В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались перед главой муниципалитета в проделанной работе. Подробности в материале моих коллег. За прошедшую неделю в Межмуниципальное управление МВД России Люберецкая поступило более 2000 обращений. Из 30 уголовных дел, возбужденных за отчетный период, 25 раскрыто по горячим следам. Начальник полиции Евгений Романцев попросил обратить внимание на деятельность ночных кафе. В таких заведениях участились массовые драки. Я думаю, что после выборов президента надо первые собрать все торговые центры и вот эти кафейные заведения. И почему, на каком основании лицензии у них нет на ночную торговлю, они работают, продолжают. То есть торговый отдел не проверяет. Давайте совместно проверим эти заведения. Отдельной темой на оперативном совещании стала работа Государственного фонда «Защитники Отечества», открытого в конце прошлого года в городском округе Люберце по адресу Октябрьский проспект, 120, корпус 3. На сегодняшний день там функционируют три организации, которые выполняют обширный объем работы. Содействие в получении удостоверения ветерана и члена семьи погибшего, оформление мер социальной поддержки, юридическая помощь и содействие в получении выплат, реабилитация, психологическая помощь, содействие в предоставлении средств реабилитации, содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов, вовлечение в спорт, в том числе паралимпийский, увековечивание памяти, патриотическое воспитание, помощь нашим семьям. Участники совещания ознакомились с работой блоков ЖКХ и дорожного хозяйства, а также узнали об успехах Люберчан на спортивной арене. Заключительный доклад был посвящен Масленице. Праздничные гуляния организуют на семи площадках – три в Люберцах и четыре в поселках. Старт мероприятий – воскресенье в 12.00.